Визит действующего чемпиона России по футболу в Самару не сулил ничего хорошего для крыльев советов, который проваливает вторую часть первенства после зимней паузы. Вопреки негативным ожиданиям, подопечные Игоря Осенькина продемонстрировали хороший настрой на старте поединка. В самом начале встречи Ежов отдал точную передачу в штрафную «Зенита». Первым на мяче оказался Бабкин. Сергей переправил мяч головой в ворота Михаила Киржакова. Под оглушительные овации трибун волжане вышли вперед, но радоваться болельщикам пришлось недолго. Через 10 минут главный арбитр Сергей Иванов назначил пенальти в ворота Ломаева. 11-метровый хладнокровно реализовал бразилец Малком. На 30-й минуте Клаудинио пробил из-за пределов штрафной. Вратарь Самарцев не выручил, и команда с берегов Невы вышла вперед 1-2. Под зеной из первого тайма Глен Бейл получил второе предупреждение и покинул поле. Крылья советов остались в меньшинстве. После перерыва на поле играла только одна команда. Футболисты Симака куражились в штрафной Ивана Ломаева, а лучший бомбардир чемпионата России питерского зенита Малком в конечном итоге записал на свой счет покер. Встреча закончилась со счетом 1-5 и стала самым крупным поражением крыльев советов в этом сезоне. Возможность переключиться и исправить положение в турнире у подопечных Игоря Осенькина еще будет. В следующем туре крылья советов сыграют в гостях с Краснодаром. Матч пройдет 7 мая, в воскресенье стартовый свисток прозвучит в 20.00. Анатолий Головку, Константин Головин. События.